здравствуйте друзья у спиннингистов есть выражение попасть в приманку вот сегодня моя джиговая рыбалка случилась именно так что я попал в приманку не знаю почему но в самом начале ловли я поставил вот такую поролоновую рыбку оснащенную двойничком с синей спинкой обычный светлый поролон и буквально за полтора может быть два часа ловли я поймал порядка шести семи семь рыбин на эту поролонку у нее вот как вы видите отгрызли хвост и и вот здесь вот покусали погрызли я ее заменил поставил другую поролонку поскольку поскольку мы же с вами знаем что спиннинговые приманки это в большей степени расходники и что интересно буквально на следующей проводке и это поролонка мне принесла рыбку вот она уже тоже покусанная у нее спинка погрызанная я сейчас приехал на новую точку на новую дислокацию и давайте попробуем может быть у нас получится с вами поймать рыбку на камеру вот на ту приманку который сегодня показала у меня замечательные результаты сейчас я посмотрю где у меня коряшка находится и что интересно друзья сегодня вот вся рыба буквально вся была поймана когда я делал проводку вот с такой подыгровкой подыгровкой спиннинговым удилищем и вся рыба отзывалась именно вот на дополнительный импульс приманки который я давал и поклевки были жесткие такие с ударами все ни одного схода рыба засекалась очень очень хорошо ела жадно и вот сейчас друзья мы с вами также на первой проводке получили поклевку и у нас с вами рыба и у нас с вами рыба друзья и вот смотрите что произошло мы получили сход вот двойник вылез из поролоновой рыбки и все-таки действительно наверно рыбаки народ суеверный поролонку погрызли и не надо все-таки на рыбалке говорить то что рыба вся клюет в заглот нету ни одного схода что произошло то есть только нам стоило мне сказать что не было ни одного схода как мы с вами получаем сход да еще и на камеру ну я не настолько суеверен и давайте продолжим рыбалку а сходы как мы с вами знаем они случаются говорим мы о них или не говорим все равно на рыбалке бывает да что вот без сходов я говорю вот часа два я рыбачил ни одного схода все в заглот все с четкой фиксацией приманки ну а сейчас вот видите раз и свалилось это был судак по судя по сопротивлению по поведению это был судак но ничего сейчас посмотрим может нам удастся еще поймать на камеру все таки и друзья вот смотрите опять с подыгровкой подыгрывая удилищем я получил чёткий такой удар по приманке и опять друзья поклевка и опять мощная и опять на подыгровке и опять я чувствую что это скорее всего судак судак немаленький прям сопротивляется так ребят он чуть держится опять сейчас я возьму подсачек и вот смотрите друзья что произошло я рыбу стал подсачивать она чуть держалась и вот моя поролонка у меня в руках а судак вы думаете он уплыл нет он у нас в подсачке то есть я успел прямо в последний момент подвести под него подсачек он выплюнул поролонку но оказался уже у нас как бы с вами в ловушке судак не очень крупный но сопротивлялся прям как по взрослому вот смотрите красавец сопротивлялся действительно по взрослому но здесь течение же головку 24 грамма я его сейчас с вашего позволения отпущу все рыбку плыла глубина у нас здесь не очень большая 5 метров поэтому с ним ничего не случилось с этим судаком ничего не будет у него иран этот крючка по большому счету никакой такой большой нету ну а у нас вот видите как работает поролоновая рыбка обычным цветом вот такой цвет такое сочетание цветов я использую я уж не помню годов с конца 90-х не только в поролоне синяя спинка допустим вот белый поролон но и в резине была такая резина в свое время да и сейчас наверно есть орка вот у нее шеде вибро хвосты были белые силиконовые и синей спинкой вот они у меня были одними из лучших и сегодня что называется попадание в приманку стопроцентное то есть на какую бы точку мы не приехали на какую бы точку я не приехал везде вот этот белый поролон с синей спинкой везде конкретно ловит рыбу я не знаю возможно если бы я сейчас поставил какую-то другую поролонку и рыба клевала бы точно так же можно в принципе и проверить но по большому то счету зачем если мы с вами сегодня попали в эту приманку в цвет в этот в саму приманку то зачем от добра искать добра и опять же я уверен что вот завтра приеду на водоем и не факт что эта приманка у меня будет работать так же вот безотказной на каждой точке как сегодня приносить по одной две а то и три рыбки ну давай родной ну есть друзья уговорил я его это вообще что-то не крупное это возможно и бёрдж сейчас посмотрим так и есть и опять смотрите слетел в лодке вот поговорили да что не сходит рыба да а нет раз одна сошла одна в лодке слетела другая в подсадчике вот друзья небольшой бёрджик и наш с вами приманочка у меня я уверен что сейчас чтобы нам поймать рыбу моя поролонка имеет размер 12 сантиметров а для того чтобы сейчас добрать вот эту оставшуюся здесь рыбку что называется добрать мы же ее не берем потому что я так утрирую то было бы гораздо лучше и эффективнее я уверен уменьшить бы размер приманки вот для этого есть у меня рачки грейфиш называется от лекса вот они в этом в такой ситуации работают безукоризненно просто когда уже рыбку мы подбили и получили только одну получаем поклёвку или следующий слабенький тычок то вот получается что лучше бы уменьшить размер но ведь нам с вами не важно рыба да мы с вами экспериментируем сегодня вот с этим цветом приманки все друзья получили одну поклёвку на заказ и хватит сейчас я сделаю еще одну проводочку запрошу я все закидывал чуть левее от лодки сейчас попробую бросить чуть-чуть правее там вон рыбка плеснулась судя по всему это жерех но это не наш объект охоты сегодня на данный момент лето температура воды 24 градуса жарко поэтому приходится изощряться и поэтому вся моя вот джиговая ловля сводится вот к таким колебаниям приманки поверьте мне это работает попробуйте может у вас получится но только чур если вы таким способом ловите вот видели опять на потряхе на игре приманки произошла поклевка и я хотел сказать но если вы ловите таким способом поймаете рыбу чур рыбу отпустить договорились и вот смотрите друзья опять у нас с вами рыба прямо у лодки сорвалась то есть я точно сглазил когда сказал вам на камеру что ни одна рыба у меня сегодня не срывалась а на этой на этой точке мы с вами ни одной рыбы путью и не поймали мы бы ее конечно и без этого отпустили но посмотреть на нее не мешало бы а поскольку поскольку что у нас ловится и ловится неплохо на синий порол на белый поролон с синей спинкой то давайте сделаем еще один заброс ну смотрите что происходит практически на каждом забросе вот мне такая тенденция нравится такая рыбалка вообще нравится в целом это же как на черных камнях ну все видимо вот коряжка здесь локальная я ее ни разу не задел и вправо кидал и влево и прямо и коряжку не задел ни разу чуть-чуть подвину сейчас лодку у нас немножко отнесло и попробуем еще пару проводок сделать не будет поклевок ну не будет и будем заканчивать вот подвожу ближе к лодке и начинаю подыгровку и все поклевки именно во время такой подыгровки это прям как зимняя рыбалка на мормышку все друзья судя по всему мы подбили тут рыбку не знаю насколько верны мои суждения в попадании в приманку но такое же выражение существует в среде рыболов и я уверен сегодня именно тот случай когда я действительно попал в приманку я и до включения видеокамеры ловил рыбу и показал вам как работает простой белый поролон с синей спинкой с красным хвостиком во время включения камеры вот мысль которую я хотел до вас донести друзья всего вам доброго до новых встреч пока 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 пока